Горожане жалуются на плохие жилищные условия. Вот уже 4 года жители одного из домов в Якутске борются с потопами в своих квартирах. С наступлением холодов в старом доме прорывает трубы общего пользования и вся вода стекается в квартиры и заполняет подъезды. Однако проблемы жильцов заключаются не только в этом. Ко всему прочему, старый дом начал рушиться. Ситуацией разбиралась Серглана Захарова. Сегодня жильцы дома по адресу строителей 9-1 могут смело цитировать эти строки популярной песни. Однако, не разделяя ее от темизма, вода, которая среди ночи оказалась вокруг и везде, не впервые застает людей врасплох. Началось с того времени, как построили вот этот девятиэтажный дом, свечку, 4 года или 4,5 назад. И с тех пор и началось это регулярно происходит. Нас затапливают. Куда ни обращаемся, никто не обращает на это внимание, игнорирует. Ни водоканал, ни ЕДС, ни ЖЭО. Пока по колено воды не станет, никто ничего, никаких действий не провивает. Хозяин квартиры показывает последствия систематических потопов. Это деформация полов, испорченные ковры и мебель. Управляющая компанией «Юнион», в чем ведомстве находится дом, отказывается брать ответственность за происходящее. Но, несмотря на это, жильцы платят за все услуги. Именно этой компании не совсем понятно, за что в таком случае они отвечают. Ведем мы с ними работу, беседу, что с жильцами надо работать. Люди живут в таких тяжелых условиях. Но здесь вы уже этот дом обслуживаете, вам передали его. Будьте добры, нормально относитесь к жильцам, потому что жилец он всегда прав. Он оплачивает. Примечательно, что дом признали аварийным еще осенью 2011 года. А весной 2015 произошло обрушение потолка в одной из квартир. По этому поводу в мэрии провели собрание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем постановили жильцов расселить, дом снести ввиду опасности нахождения в нем. Но дом стоит, люди живут. О сроках расселения пока никто не слышал. Было принято решение, все-таки, хоть на какой-то период времени сохранить этот дом. Все-таки мы будем контролировать. Если только уже будет невозможно там уже, практически там уже невозможно. Но если уже все-таки будут идти нарушения еще, значит будем уже определяться даже в этом году и мы на следующий год. Прямо началом весны будем уже определять этот дом. Как отметил и сам глава округа, находиться в доме уже сегодня невозможно. Однако и он, и департамент жилищных отношений разводят руками. Слишком много таких же домов расселить всех и сразу не получается. Так и приходится жить людям, кому в воде, кому под обрушающимися потолками. Саргалан Захарова, Семен Афанасьев, Владимир Павлов, НВК САХА, Якутск.